всем привет ребята сегодня мы с Семеном приехали на шурф лесной тут у нас был фундамент и интересен он тем что это чистая восемнаха как бы сказать монеты были от деньги и до самого раннего начала александра первого то есть самая молодая монета это александра первого здесь копеечки двушки вот а так в основном деньга пятаки ребята наши видимо здесь тоже побывали тоже пошурфили место такое интимное но периодически мы сюда приезжаем разными командами нашими частями и пытаемся шурфануть в общем видео я ссылку присоединю где мы нашли вообще это место а сейчас у нас вот пришли чем интересно я еще опробую четвертую программу на акашке до глубинная как бы она там на сильном токе жрет сильно батарейку я никогда на ней не ходил но здесь место как раз для нее вроде бы зацепили сигнал сейчас попробуем вроде бы монетный даже вот еле-еле уловили еще интересно что здесь как бы ну все цветные сигналы были именно чуть ли не все по моему монеты я вот насколько я копал или крест или монета сейчас проверим что здесь у нас звенит так он короче получается четвертая программа у него он ставит максимальную чувствительность сразу 14 идет много ложников но сигнал вы сейчас услышите четкая стрелка 78 я бы сказал что это большая медная монета а сема тоже зацепил но зацепил то когда я уже выкопал ямку 44 46 и тут как бы вот этими местами коряги лежат и я помню тогда тоже буквально один из наших комрадов он сдвинул сдвинул как бы корягу и под ней была монета вот кирпич идет пинчик у меня к сожалению сел тут я вряд ли смогу наверно пинчиком поработать настал изменился да а вот она монета да ну я рассчитывал на большую так это у нас то у нас екатерининская екатерининская вот лошадь виднеется а сзади вензель ребята уже не зря шли копеечка и она судя по всему будет живая либо это две копейки я просто не могу понять зацени хотя один раз потрогал и потерял такая с лошадью она из-за того что сигнал был из-за того что она толстенькая да пухленькая лошадь да я даже год тебе могу сказать нет ну 1 7 то я точно могу сказать ребята не хейтите нас за шурфы незакопанные мы сюда как бы периодически возвращаемся это можно сказать незаконченное дело наше тысяча семьсот семьдесят третий тысяча семьсот семьдесят третий все попадает именно в тот период чистая восемнаха ну будем искать будем надеяться сейчас насколько сил хватит вот покопаем а так есть поле у нас еще поле лес в общем есть где размахнуться чуть подальше там еще чем интересно там прям зола земля золой идет там как будто либо изба сгорела полностью потому что очень много вряд ли что там печка была но в общем я сейчас еще попробую для начала засадить батарейки наверно все и чисто по верху выцеплять вот такие сигналы четкие а потом да и попробуем шурфануть ладно смотрите не переключайтесь надеюсь еще что-нибудь откопается так еще один сигнальчик буквально на небольшом расстоянии поймал даже проверил третьей программы и тоже ловится у меня немножко он тоже дает стрелку такую двойную сейчас посмотрим если это будет второй сигнал и вторая монета уже будет удача походу что-то железное мне кажется еще здесь здесь остались сигналы которые глубоко лежат было отсюда одно серебро затертое то ли десятка то ли пятнашка где-то еще там тоже как будто горелка пошла пинчика вот она монетоз пятак ребята это пятак я его ждал и вот он красава какой сохранчик бодрый будет 77 1777 все семерки блатной номер смотри какой емко правда но это бомба ребята это бомба вообще уровень нам сейчас прям почистить сразу от зеленочки лишь она сходит легко да даже вот перчатки потереть чая сфоткаю вообще красоту это мне аж трясет слегка потряхивает уху третий пятак отсюда ну это уровень ребята берите все акашку без безо всяких могу рекомендовать либо просто это у меня такой прибор натасканный все вот эти лампы в башке которые большие чуть дальше еще один сигнал получается как бы ну теория может здесь вход был к дому это что-то будет по-моему поменьше но вообще я буду рад если это будет да да если это просто будет монета уже хорошо вот он окажись просто здесь как бы по-моему не было такой кованой кованого железа который мог бы давать который мог бы давать ложный сигнал такой на глубину ушел ну там да ну ка надо сока денег стрясти где-то наверху да уже 30 градусов а вот там что-то следа ржавенькая вон там кусочек ааа или кирпичик кирпич мне кажется ну туда еще да в эту сторону кирпич 44 четенько вообще прям под тобой где-то да сейчас мы его увидим вот он тоже и того же времени деньги 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 да вот деньга здесь душат она лежала подольше на ушат он ну как ну конечно лучше чем в полях покажется 1700 какой там кстати какой-то сороковой мне кажется Три капка и три монеты, и это без шурфа, а просто... Ну, я пошел. В машинке. Не, я пошел. С ведром. Я пошел за ведром когда-нибудь. Фу. Кипич. В общем, соединили две ямы, там третья, где было три монеты. Снял я здесь на штык. Ничего, никаких сигналов, кроме керамики разнообразной. Видимо, может даже один горшок большой был. Какой-то железки. Пока ничего не попалось. Шурфом даже не шурфом, а просто хотим соединить. Оба шурфа перекопом. Может, что-то выскочит. Расширить зону. Конкретно мы уже запотели. Вот такая вот посудинка попалась. Пустая бутылочка или графинечка, или чекушка, как все ему говорит. Крыночка для молока. Больше, кроме керамик кирпича, железного одного сигнала. Пока нет ничего. Сейчас прозвонка. Ну-ка давай. 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 Да, по-моему туда. Давай. На мертвые конины. только деньги один крест отсюда был какой-то такой сопутки нет кроме вот керамики и монет грубо говоря ничего не попадалось странно странное место крестик всема выкопал шурфа а сигнал был чисто железный ну как бы женский тип да но видимо чистая 8 маха да глобально мы здесь шурфанули у меня там высота но у тебя кстати больше похоже на такое на что-то вот культурку не на лесной наверное как раз таки а наоборот что вот что-то типа если сгорело то может быть не сгорело но какая-то такая земля у меня там чисто как похоже на это на целину больше на муж там просто как бы дорога была вот здесь вот самостроение нежданчик ну чё-то дает может быть да если черный да да еще тогда еще вот здесь может быть до поковыряет что железка что может кирпич что-то стыдишь Кирпичик, камушка, граненый с одной стороны, полированный. Ну да, сверху снимай. Ребята, палец вверх за тех, кто вообще шурфит, кто занимается, это такое нелегкое дело, я вам скажу. Не, если бы, наверное, что-то пёрло, да, были бы перерывы, была бы радость такая, адреналин. Согласен, да. Чё-то есть. Момент истины. Кунг-фу. Кунг-фу панда. Здесь, ага, осыпалось чё-то, ну давай серебруху, маленькую серебруху, гривенечек. Или этот, елизаветинский облачник. Сейчас прям тогда здесь кончим струйно. Ай, какой звук хороший. Вот оно. Вот оно. Что это? Монета. Да? Деньга. Деньга. О, след остался. Какой-то он такой. В чём-то была, думаешь? Не. Да. Вообще, чисто лысая. Ну всё того же периода. Монетоз и крестик, да? Да. Орёл-то целый. Ха-ха-ха. Так, ну чё-то. Блин, 55. Блин, тоже сверху видать всё-таки нет, не добило. В общем, ребята, нашурфились мы и идём проверяем дорогу. А я сделал кружок и вышел на чей-то шурф небольшой. Ну как бы шурф не шурф, кто-то что-то зацепил. И я вот дёрнул монетку, вернулся к Сёму и забрал. Потому что на сегодня мы уже нашурфились. А тут была вот эта вот ямка. Вот. Кто-то что-то нашёл. А я вот дёрнул рядом монету, даже не стал смотреть. Пошёл за Сёмой. Это у нас... Да, это поздняя. Кажется, поздняя мне. Вернее нет, это деньга тоже. Деньга? Деньга, да. 1730 года. Живенькая, кстати. Дать, это наша. Хорошая, смотри какая. 1730 год. Ну да. Не, ну видать кто-то что-то ещё нашёл. Да. И как бы тут судя по перекопу, может она и не одна была. Вышли на большую какую-то дорогу. Давай по ней направо тогда пойдём, да? Да, дерево упало на дерево и повалило ещё два дерева. Обалдеть. Как говорит... Не будем говорить кто это. Явно эти... Какие-нибудь там... Лесные жители, великаны. Проломился кто-то. Дорога у нас там идёт. Ребята, прилично мы крутанулись по лесу. Или мы такие следопыты. Реально куда-то ушли вообще не туда. Наверно минут сорок, да, мы ходили? Да. Вот. И вот впереди всё-таки поле. Наконец-то. Вышли на просеку. Сначала монеты искали, потом уже минут 30 мы просто уже искали выход. Да, лес такое дело. Тяжёлое. Начинаешь, правда, задуматься о всяких мистических. Кто-то там смотрит на тебя на шурфе на этом. Ну и что, вроде вот сейчас выйдем. Главное выйти туда, куда мы думаем. Ну и, собственно, по полю пройдёмся и до машины уже всё. Там покажем итоги вообще. Всё, ребята, коп закончился. В общем, чё, у меня четыре империи. Один советик уже на выходе там на поле. У Семёна одна имперка. А по лесу мы больше уже искали выход. Вот немножко удлинили. Ну, то есть вышли по дорожке, да, вот эту вот монетку дёрнули там, где кто-то до этого, видать, что-то нашёл. И всё, и больше вообще даже сигналов особо не было. Дороги-дороги. Как-то мы заплутились. В общем, непонятно, куда завернули. Минут сорок, наверное, проходили. Там, где могли минут, наверное, за двадцать пройти. По идее по прямой, если бы. Может, даже меньше. Вот, ну ладно. Встретили ещё. Да, встретили копателя на поле. Потом, вот вы видели, если вставку в конце я вставлю, тоже ещё на поле копает. И это понедельник только. Копатели копают. Вот. Ну вот, не знаю, весной ещё, может, сюда вернёмся. На тот шур. Конечно, вот эти три монеты вдохновили. Но, как такового, потом итога особо результата и не было из земли. Вот только у Семёна крест и монетка, может, не туда загрубились. А это, видимо, может, был какой-то именно подход. То есть, по дороге они лежали. Там уж как-то рядом. Вряд. Странно, что до этого не достали. Но зато монеты зачётные. Я вообще доволен. Просто вы встали. Ну ладно, всё. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok